Сегодня у нас идет гепатит B. Как вы знаете, мы уже отошли от классической формы бесед. Ну, не касается классической, да, привычной, скорее, формой беседы. И мы сегодня попросили, чтобы я говорил о гепатитах, инфекционных гепатитах более подробно. Предыдущий у нас разговор, тема была, беседа была касательно гепатита А. Я ввел, значит, вводную часть по Оргздраву, данные в Семерной организации здравоохранения, которые, в принципе, можно найти на их сайте, есть на английском языке, есть и на русском. Насколько я знаю, да, на русском языке должно быть точно. И вот как-то, значит, студентам это понравилось, это дело, и организаторам здравоохранения, будущим организаторам здравоохранения в том числе, и попросили, что вот и следующие лекции также мы бы ввели бы по этому плану. Ну, формат тогда беседы и лекции увеличивается, да, потому что дается вводная часть, скажем, Оргздравовская, но я думаю, что надо о том, повторю эту свою мысль, которую я сказал на предыдущей, значит, нашей своей встрече, что есть данные, которые, может быть, скажутся, да, вот, с точки зрения специалиста, который будет заниматься или уже занимается в организации здравоохранения, важной, может быть, не важной для терапевта, но я и так не считаю, потому что, вы знаете, чем больше даже терапевт, понятно, что это не для инфекционистов, знают очень глубоко эту тему, даже если вы как-то не занимаетесь узкой специализацией, то или просто знаете, хотите получить информацию, ну, в данном случае гепатите B, то я считаю, что вот эти данные, что касается организации здравоохранения, то есть политики медицины, обязательно надо знать, можете вы что-то не запомните, но что-то, что-то такое важное останется, и это важное останется вам потом, может, очень даже и помочь в вашей уже клинической практике. Итак, мы будем приводить данные, значит, с очень свежей данной по гепатиту B Всемирной Организации Здравоохранения, значит, мы будем, ну, если те, кто нет, терапевты, которые никак не хотят слушать о здравоохранениях, скучать, могут отключить, и минут через 20, или там перемотать, вернее, минут через 20 мы уже будем говорить, собственно, о болезни гепатит B. Ну, поехали. Итак, гепатит B является вирусной, конечно, тропонозной инфекцией, поражающей главным образом печень, и способной вызвать как острую, так и хроническую патологию, да, хронический гепатит, острый гепатит и хронический гепатит B, о хроническом гепатитах мы уже с вами говорили. Значит, гевирус гепатит B передается в результате, значит, контакта с кровью, да, ну, или с жидкостями, так скажем, ну, понятным главным образом, с кровью, значит, и с жидкостями инфицированного человека. Вот, согласно оценкам ВОЗ за предыдущий год, около 260 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатит B, что определяется как положительная реакция на наличие поверхностного антигена, значит, антигена гепатита B в течение, по крайней мере, значит, шести месяцев. Так выявляется это дело. Приблизительно, ну, конечно, есть данные о том, что об этом, может быть, тоже скажем, что в связи с заболевших намного больше, не все регистрируются. Ну, как бы то ни было, значит, из 260 миллионов человек приблизительно, где-то около 700 тысяч человек ежегодно умирают от инфекции гепатита B, вернее, его осложнений, как-то цирроз и рак печени. То есть, в результате хронической инфекции, вернее, осложнений хронической инфекции гепатита B. Понятно, что, значит, гепатит B, значит, является серьезным фактором профессионального риска для нас с вами, то есть для работников здравоохранения. Однако, это заболевание может предотвратить и предотвращается с помощью очень хорошей, в настоящее время имеющейся и безопасной, и очень эффективной защиты в виде вакцины. Как бы то ни было, значит, как мы уже поняли, гепатит B, это потенциально очень опасная для жизни инфекция печени, которая вызывается вирусом гепатита B. Он представляет собой не только угрозу, так скажем, значит, с точки зрения здоровья человека, но и серьезная проблема с точки зрения здравоохранения. Это глобальный вызов, один из глобальных вызовов, значит, системы здравоохранения. Вызов заключается не в том, что эти больные, значит, как-то очень тяжелые больные, они длительно лечатся, это лечение очень дорогое, высокий риск смерти от сироза и рака печени, но и в том числе, что и наносится серьезный материальный экономический ущерб. Понятно, что человеческая жизнь не имеет цены, но в следствии инвалидизации и длительного лечения наносится серьезный урон всей системе организации здравоохранения. Что мы обязательно должны учитывать, не можем не учитывать. Что касается, собственно, вакцин против гепатита B, начало оно зарождаться, то есть первые выходили в промышленном масштабе где-то в 1982 году. Ну, все больше и больше, значит, я помню, вот на моей памяти, мы уже были студенты, мы уже знакомились с этой вакциной, диковинку она была в Советском Союзе, но потом, слава тебе Господи, значит, с помощью различных фондов начали распространяться и сейчас широко применяется, и слава тебе Господи, ее эффективность для предупреждения инфекции и развития хронической болезни гепатита B, ну, а также риск осложнения, понятно, да, это два главных риска осложнения, цирроз и онкология, так вот, снижение, значит, риска очень значительное, вот последним данным эффективность составляет как минимум 95%, он практически может считать 100% эффективностью. Что касается, значит, ареала распространения этого заболевания, значит, географии, то распространенность гепатит B является самой высокой в странах Африки, значит, расположенных к югу от Сахары, ну, это там понятно, да, очень беспорядочной, чрезвычайно беспорядочной половой связи, так называемой незащищенной, да, и это, по сути, является в этих странах, да, не только в этих странах, является венерической болезнью. Так вот, значит, к югу от Сахары очень чрезвычайно распространено, ну, там не только гепатит, но и СПИД, как известно, распространено, да, и в странах Восточной Азии, где были подпочеты, вот, значит, страны Африки и к югу от Сахары и некоторых странах Восточной Азии распространенность чрезвычайно высока, да, вот, по-моему, статистические данные показывали, значит, разброс от 5 до 10 процентов взрослого населения. Катастрофические, конечно, цифры, это речь не о вакцинированных, а именно о афицированных людях. Причем есть регионы, в которых эта цифра много больше. Высокая распространенность хронических инфекций также обнаружено и в районе, значит, бассейна реки Амазонки, в некоторых регионах, южных регионах, так скажем, Восточной и Центральной Европы. На Ближнем Востоке Индостане, да, вот, то есть мы возьмем Индостан, полосту, значит, вот те же данные, значит, Всемирная организация здравоохранения хронически инфицирована до 5 процентов всего населения, а не только взрослого, да, всего населения. Среди населения Западной Европы и Северной Америки хронически инфицированных менее 1 процент. Ну, больших результатов, конечно, мы добились именно благодаря, значит, правильной и грамотной профилактированной работе с вакцинами. Что касается механизмов передачи инфекции, то вирус гепатита B может выживать за пределами организма человека где-то около 7 дней, ну, под примерами лучами солнца, понятно, он будет, значит, в жаркий климат. И прямые лучи солнца его быстро добьют, но, в принципе, сохраняет, если соответствующие условия есть, сохраняется где-то в среднем около 7 дней. В течение этого периода времени вирус по-прежнему может, значит, вызвать инфекцию, если попадет в организм человека, ну, в кровь. особенно, если этот человек не защищен вакциной. Инкубационный период значит, гепатита B очень длительный, составляет где-то, ну, возьмем среднюю цифру, 75 дней, но очень широка вариация, тут если от 30 до 180 дней. Вирус может быть обнаружен не ранее, чем через 30 хотя бы дней, но считается, что в среднем 30-60 дней после инфицирования и может продолжать существовать и развиваться, переходя в хронический гепатит B. В высокоэндемичных районах гепатит B чаще всего распространяется от матери ребенку, так называемых, при родах, перинатальная передача, ну, или в результате горизонтальной передачи при воздействии инфицированной крови, особенно от инфицированного ребенка, неинфицированного ребенка в течение первых 5 лет жизни. Развитие хронической инфекции очень распространено очень распространено среди детей грудного возраста, инфицированных их матерями, ну, или до достижения 5-летнего возраста. Гепатит B распространяется также и в результате кожного или мукозального воздействия, значит, инфицированной крови или различными жидкостями организма, а также со слюной, менструальными, вагинальными выделениями и семенной жидкостью. Может происходить и происходит, значит, сексуальная передача гепатита B, особенно от невакцинированных мужчин, имеющих, значит, гомосексуалистов, ну, и также между гетеросексуальными людьми с, значит, с многочисленными партнерами, ну, или вступающих в контакт девицами, значит, легкого поведения, ну, как сейчас говорят, работниками, вернее, работницами, да, сейчас уже работники есть, да, секс-индустрии, как сейчас принято говорить. Инфекцию взрослых приводит, значит, к хроническому гепатиту, значит, не всегда, да, но есть процент, в чем процент колеблется, ну, где-то менее, менее пяти процентов случаев. Передача, значит, вируса также может происходить в результате повторного использования шприцев, да, значит, ну, или таких средств в медицинских учреждениях, конечно, сейчас эта цифра намного меньше, ну, главным образом, это подавляющее большие этих людей, которые, значит, наркоманов, которые используют один и тот же шприц, тайной инъекционный наркоман, инъекционный наркотики, который используют. Кроме того, инфицирование может произойти во время каких-то манипуляций, скажем, стоматологических, там, медицинских, малохирургических. Да, и нанесение татуировок сплошь и рядом в одно время, просто это было, да, и сейчас, наверное, значит, чуть ли не считалось не чуть ли не главным, значит, нанесение татуировок, да, тем более с повальной модой на татуировки, ну, или использование каких-то средств личной интимной гигиены, скажем, бритвенные лезвия или там какие-то другие, и какие-то предметы, которые, значит, есть попало зараженная, инфицированная кровь. Что касается симптоматики, значит, большинство людей не испытывают таких особых, значит, глобальных симптомов во время острой стадии заболевания, однако, у некоторых, значит, болезнь протекает, может протекать и достаточно остро, такими выраженными симптомами, продолжаются несколько дней, недель, которые, значит, включают классику, да, это желтизна кожи, глаз, разлитие желчи, черная моча, ну, темная, так скажем, моча, значит, чрезмерная усталость, тошнота, рвота, так заявление, интоксикации, доминальные боли, значит, у небольшой группы людей, простите, у небольшой группы людей, значит, с острым гепатитом, может развиться и острая печеночная недостаточность, вот так называемая молниеноска, что приводит, значит, к мебинейной гибели, ну, и в части людей, как мы уже сказали, да, вирус гепатита B может также вызывать хроническую, значит, хроническую, переходит в хроническую стадию, которая впоследствии может развиваться в цирроз, ну, или рак печени, ну, а в хроническом гепатитах мы уже с вами говорили, в общем, я к этой теме возвращаться не буду, значит, что касается риска развития хронизации, хронической болезни, вероятность того, что инфекция станет хронической, зависит главным образом от, значит, сопротивляемости организма, от возраста человека, в котором происходит инфицирование, с наибольшей вероятностью хронические инфекции развиваются у, значит, детей, то есть переход в хроническую стадию, инфицированных гепатитом B, в самом-самом, что не назовется, в йодном возрасте, то есть до 6 лет. Вот, если мы посмотрим данные статистики, они просто могут, значит, ужаснуть, ужасающе, действительно, хронические инфекции развиваются где-то у 80, 85, 90%, а может даже и более, детей грудного возраста, инфицированных гепатитом B в течение первого года жизни, и хроническая инфекция развивается где-то у половины детей инфицированных гепатитом B до достижения возраста 6 лет. Что касается, значит, взрослых людей, как мы уже выяснили, хронические инфекции развиваются где-то у максимум 5% инфицированных взрослых людей, здоровых, в принципе, ну, не имеющих других, скажем, проблем, то, что сказать здоровых в остальных отношениях вряд ли, потому что не должно было произойти инфицирование. Ну, в общем, как бы то ни было, цифры 5% до 5% людей переходит в хронический гепатит. Где-то у третьей, ну, по разным данным, 20-30% хронические инфицированных, это разное, во многом, все многое зависит от состояния организма, значит, от 20-30% больных хронически инфицированных гепатит МВ развивается в самых сложных осложнений, опасных, это цирроз и рак печени. Что касается диагностики, проблем диагностики, то на основе клинических данных практически невеально отличить гепатит B от другого какого-то гепатита, вызываемо другими какими-то там вирусными гепатитами, скажем, тем же, я говорю об острой стадии, или там просто невозможно отличить гепатит B от гепатита скажем других вирусов, поэтому очень важным является именно лабораторное подтверждение диагноза, сейчас уже это стало практически рутинным, когда мы начинали 30 лет назад еще это не было рутиной, сейчас это уже делается налево и направо, что это, конечно, безусловно, верно. Существует несколько видов анализа крови для диагностики, ну и контроля людей с гепатитом B, это анализы, можно использовать для того, чтобы провести различия между острыми и хроническими инфекциями, лабораторная диагностика гепатита B сосредоточена на обнаружении поверхностного антигена гепатита B, да, такие пишутся HBS антиген, значит, ВОЗ рекомендует проводить тестирование на гепатит B всей донорской крови, это закон, уже стало, чтобы обеспечить безопасность крови и предотвратить случайную придачу людям, получающим, значит, переливание крови, ну, по тем или иным показаниям. Для острой инфекции гепатита B характерно присутствие HBS антигена и антител иммуноглобулина M, иммуноглобулина M, значит, к ядерному антигену ВБЧ-C антигена. На начальной стадии инфекции пациенты также серопозитивны на антиген вируса гепатита, ВЕДА, то есть HBS антиген, он обычно появляется, является, вернее, маркером так называемых высоких уровней репликации вируса. Его присутствие указывает на то, что кровь и жидкость организма инфицированного человека являются чрезвычайно заразными. Для хронической инфекции характерно устойчивое присутствие HBS антигена в течение не менее шести месяцев, то есть уже говорим о хронической стадии, при наличии или отсутствии сопутствующего HBS антигена. Просто его высокая антиген, как мы уже сказали, HBS антигена говорит о том, что человек чрезвычайно опасен в плане инфицированного. Стойкое такое присутствующее присутствие HBS и антигена является основным маркером перехода болезни в хроническую стадию, хроническая болезнь печени и высочайший риск развития рака печени. Мы так называемые гепатоцеллюлярные карциномы, но понятно, уже бывает на более поздних стадиях развития заболевания и жизни. Но, дорогие мои специалисты по оргздраву, что касается проблем с лечением, то в принципе для острого гепатита на сегодняшний день мы не имеем специального лечения. Более подробно об этом скажем в той части, когда мы будем говорить с терапевтами, будущими инфекционистами в том числе. Значит, нет такого специального лечения, поэтому медицинская помощь направлена на поддержание какого-то нормального состояния, комфортного состояния организма, рационального сочетания жидкости, питательных веществ. Безусловно, главное место здесь, если есть интоксикация, то на первый план выходит, но не только здесь, во всех остальных заболеваниях, которые бы страдает человек, потребление большого количества жидкости, а в данном случае, когда имеется диарея, рвота, то обязательно возмещение потерянной в результате вот этих явлений, также диарея, рвота, возмещение жидкости. Хроническую инфекцию гепатита В можно лечить, значит, мы говорим сейчас уже о хронической, с помощью некоторых лекарственных тест, но и есть особые противовирусные препараты, которые принимают пироз, но разное к нему отношение, лечение может замедлить развитие, осложнение заболевания, там такого, скажем, цирроз или там рак печени и тем самым улучшается какая-то долгосрочная выживаемость. Ну, имеется, значит, рекомендации ВОЗ по тем временам препаратам, это вот ВОЗ рекомендует, значит, Теновофир или Энтековир, так как они являются самыми сильными на сегодняшний день лекарствами для подавления вируса гепатита В, их применение редко приводит, ну, по идее, к лекарственной устойчивости, вот по сравнению с другими лекарствами, кроме того, их достаточно легко принимать, всего одна таблетка в день. И относительно, конечно, у них мало побочных эффектов, в результате чего требуется лишь незначительный контроль за этим делом, но что касается стоимости лечения, это отдельный разговор, в общем, не дешевое лечение. Значит, однако, у большинства людей это лечение не, понятно, не излечивает, не элиминирует, значит, вирус, да, то есть, не излечивает человек от инфекции гепатита B, подавляется лишь, значит, стадия репликации вируса. Поэтому для большинства людей, начавших лечение гепатиты B, надо понимать, что вот это лечение надо принимать всю оставшуюся жизнь. Ну, а для некоторых людей с высоким уровнем дохода можно, значит, рассмотреть возможность лечения, значит, с помощью нектоинтерферона, значит, но такое лечение менее осуществимо в местах с низким уровнем ресурсов, из-за очень высокой стоимости и серьезных побочных эффектов, требующих внимательного контроля. Вот эти препараты, которые стоят очень дорого, конечно, это проблема Всемирной Организации Здравоохранения, когда просто это превращается в какое-то завышивание денег простого больных, страдальцев. Во многих местах с ограниченными ресурсами по-прежнему наблюдается ограниченный доступ к диагностике и лечению гепатита B, многие люди диагностируются тогда, когда их заболевание печени уже находится на какой-то уже необратимой стадии. Рак печени быстро прогрессирует, поэтому варианты лечения являются ограниченными, а исход печальный. В таких местах с низким уровнем дохода большинство больных раком печени умирает уже через несколько месяцев, фактически после постановки диагноза. там, где имеется более высокий уровень дохода, хирургическое вмешательство и химиотерапию позволяют продлить жизнь этим бедным людям всего на немного, в лучшем случае несколько лет, распатривается и используется в некоторых странах. Тут уже большие денежные средства нужны, в случае, где делается трансплантация печени. Различная степень успеха. Серьезная проблема, повторюсь, то, что мы сказали в начале о том, что гепатит Б является серьезным вызовом в системе здравоохранения, потому что здесь уже затрагивается и моральный аспект, потому что одному может лечиться более или менее, а другой, который не имеет средств, обречен на очень быструю гибель. Главным средством для профилактики гепатиты Б является вакцина, вакцинация против гепатиты Б. Вот это надо не скупиться, она, правда, недорогая, но входит уже в обязательные схемы вакцинирования населения. Политика такова, что ВОЗ рекомендует значит, чтобы все дети грудного возраста получали обязательную вакцину против гепатита Б, как можно скорее после рождения именно желательно в первые 24 часа. Вот так и делается, и это очень правильно. Доза, предоставляемая после рождения, должна сопровождаться двумя, желательно тремя последующими дозами для завершения всей серии всего цикла вакцинации против гепатита Б. Ну, есть разные схемы, трехдозовая вакцинация, трехдозовая система вакцинации вакцинации, не и суть важно. Но если это принципиальный вопрос, то скажем два варианта есть главных. Это трехдозовая схема вакцинации против гепатита Это БЭП, которая первая доза, так называемая монувалентная вакцина, предоставляется при рождении, а вторая, третья монувалентная или комбинированная вакцина, предоставляется одновременно с первой и третьими дозами вакцины против Коклюша, Дифтерии и Столбника. Знаменитая КДС. Ну, или четырехдозовая схема, при которой за первой дозой монувалентной вакцины, предоставляемой при рождении, следует три дозы. моновалентной или комбинированной вакцины, комбивакцины, как хотите называть, то же самое. Обычно предоставляемые вместе с другими вакцинами в рамках регулярной иммунизации детского населения. Значит, при проведении полной серии, грамотной серии вакцинации, более чем 95% детей грудного возраста, детей других возрастных групп и молодых людей вырабатываются необходимые защитные уровни антител. Тут еще надо отдельно сказать по грамотным питаниям, но это другой вопрос уже. Другое дело, что защита уровня антител вырабатывается. Защита сохраняется на протяжении, по крайней мере, на сегодняшний день это хотя бы 20 лет, но практически можно сказать, что защита уже пожизненная. Пожизненно вырабатывается иммунитет на всю жизнь. По всему возле рекомендуют ревакцинацию людей, завершивших трехдозовую схему вакцинации. То есть беспусственно. Все невакцинированные ранее дети или подростки в возрасте до 18 лет должны получить вакцину. Это обязательно. В условиях стран, где не очень хороший уровень здравоохранения, низкий и средний уровень эндемичности, в условиях таких стран, эффекцию можно приобретать большее число людей из групп высокого риска, поэтому их также необходимо вакцинировать. Ну какие это люди высокого риска? Люди, которым часто требуется кровь и продукты крови, диализные пациенты, получатели трансплантации органов. Но особый контингент это заключенные в тюрьмах, потребители, наркоманы, которые используют инъекционные наркотики, члены семей, и сексуальные партнеры людей с хронической инфекцией гепатита B, люди с неправильными, ну так скажем, с многочисленными сексуальными партнерами, находятся в высочайшей группе риска, особенно гомосексуалисты, работники, мужчины гомосексуалисты, работники здравоохранения и другие люди, которые также подвергаются воздействию крови, продуктов крови, по виду работы, ну и наконец люди, совершающие поездки и не завершившие серию полный цикл вакцинации против гепатиты B, которым следует предоставить вакцину за несколько недель до отправки в эндемичный район. Вакцина отличается очень хорошей степенью безопасности и эффективности 1982 года. Во всем мире использовано, по крайней мере, более, ну так четко, 1 миллиарда доз вакцины против гепатита B. Во многих странах, где обычно от 8 до 5 процентов детей становились хронически инфицированными вирусом гепатита B, вакцинация сократила показатели хронической инфекции среди иммунизированных детей на порядок, а сейчас их находят в менее 1 процента. Это одно из, я скажу, считаю, мощных завоеваний здравоохранения и медицины. Вот, скажем, если посмотрим данные за 2014 год, 184 государства, значит, члены вакцинировали детей грудного возраста против гепатита B в рамках своих графиков, значит, вакцинации, и 82 процента детей получили вакцину против вот этого гепатита B, это является, безусловно, значительным прогрессом по сравнению с только с 31 страной и в 1992 году, когда Всемирная Ассамблея здравоохранения вот именно приняла резолюцию, рекомендующую глобальную вакцинацию против гепатита B. Кроме того, по состоянию на 2014 год, 96 государственных членов внедрили предоставленные, значит, дозы, предоставление, вернее, дозы против гепатита B при рождении. Что здорово. Мало чего, чем гордится современному здравоохранению, вот эта часть вакцинации, то, что, конечно, гениальный, гениальный скачок вперед, выдающийся. Помимо этого, передачу вируса гепатита B можно предотвратить путем, ну, осуществления стратегии по обеспечению безопасности крови, включения скрининг гарантированного качества всей донорской крови и компонентов крови, используемых при, значит, перфузиях, да, при переливании. Практика безопасных инъекций, исключающих, значит, ненужные, излишние небезопасные инъекции, может быть очень эффективной стратегией для защиты от вируса гепатита B, то есть там, где можно не делать инъекции, лучше не делать. Кроме того, значит, ну, понятно, значит, безопасный секс, включая сведение к минимуму, число партнеров, использование барьерных методов защиты, те же презервативы, значительно сохраняют, защищают, не скажу, конечно, на 100%, но защищают от передачи инфекции, поэтому лучше, конечно, хранить, хранить верности мужу, жене и не заболевать различные гадости, под которые вы потом умрете. Это лучшая профилактика. Значит, что касается, ну, деятельности ВОЗ, значит, ну, кого это интересует, я думаю, у нас сегодня, ну, кому договорились, вводная часть, она посвящена специалистам здравоохранения, вот в марте, это был 2015 год, ВОЗ выпустила свои первые руководящие принципы по профилактике, помощи в лечении людей с хронической инфекцией гепатиты B, значит, три главные рекомендации, это пропагандирование, использование простых, неинвазивных диагностических тестов, ну, соответственно, не очень дорогих, значит, для оценки, значит, стадии заболевания печени, возможности лечения, но придается приоритет лечению людей с наиболее продвинутой, ну, в плохом смысле, конечно, словами, развитой стадии заболевания печени, посему подвергающейся наибольшему риску смерти, и третье, предполагается отдавать предпочтение использованию нуклеотидных аналогов высоким барьерам для лекарственной устойчивости, ну, лечит от, скажем, от НОФОВИРИ и НТКВИРИ, а также НТКВИРИ у детей в возрасте от 2 до 11 лет для лечения первого и, значит, и второго ряда. Вот эти руководящие принципы также рекомендуют пожизненное лечение людей с циррозом печени, регулярный мониторинг прогрессирования заболевания, ну, тут и контроль за, значит, токсичностью препаратов и раннее обнаружение онкологии, рака печени. В мае 2016 года, значит, Всемирная Амболизация Здравоохранения приняла первую, ассамблея, значит, приняла первую глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 16-21 год. В стратегии подчеркивается, ну, 5 лет критическая, важная роль всеобщего охвата медицинским обслуживанием, а ее цели находятся в соответствии с целями в области устойчивого развития, да, вот это то, что все время говорится. Введение стратегии заключается в ликвидации вирусного гепатита в качестве проблемы общественного здравоохранения, воплощенного в этих глобальных целях, направленных на уменьшение числа новых инфекций вирусного гепатита на 90% и снижение смертности от вирусного гепатита аж на 65% к 2030 году. Ну, дай бог, все пойдет на мир, на земле, да, то можно и добиться таких целей. В стратегии возложены действия, которые надлежат проводить странам, ну и секретариату ВОЗ для достижения этих целей. Кстати, по ежегоду 28 июля ВОЗ отмечает всемирный день борьбы с гепатитом для повышения осведомленности о вирусном гепатитах и понимания этих болезней. Почему именно 28 июля, честно говоря, я не знаю. Ну, кого интересует, значит, может более серьезно к этому делу подойти. Ну, думаю, я сказал самое главное, что касалось, практически все сказал, что у меня есть под рукой тематика ВОЗ для организаторов здравоохранения. Думаю, это было интересно и вам, дорогие друзья, кто не будет заниматься этим делом. Сейчас будем говорить с терапевтами, ну и будущими инфекционистами в том числе. Итак, значит, что мы уяснили, значит, из доклада ВОЗ, что гепатит В, гепатит В это антропонозное, значит, вирусное заболевание, вызываемое возбудителем, с выраженным, значит, гепатотропным токсическим воздействием, это вирус гепатита В. Значит, ну, если вы читаете специализированную литературу на английском языке, то это HBV, значит, HBV это есть вирус гепатита В, значит, это вирус гепатита В, ну, HV это вирус гепатита А. Все это, значит, гепатит В, это из семейства, значит, гепатновирусов. Поверхностный антиген гепатита В был открыт в 1964 году, американским вирусологом, барухом Самуэлем Бламбергом, который изучал образцы крови австралийского аборигена, значит, получившийся, в последующем, за, значит, который получил вот этот барух Самуэль Бламберг за исследование гепатита В, совершенно заслуженную Нобелевскую премию по физиологии и медицине, значит, Нобелев он получил в 1976 году. Значит, сам вирус отличается очень высокой устойчивостью, даже, я бы сказал, чрезвычайно высокой устойчивостью к физическим и механическим факторам, низким и высоким температурам, в том числе и кипячению, многократному замораживанию, оттаиванию, длительному воздействию, значит, гислой среды. Значит, во внешней среде при комнатной температуре вирус гепатита В может сохраняться до нескольких недель. В пятнах крови на лезвии, значит, бритвы, канинга на кончике иглы. Особенно он любит жить, да? В сыворотке крови при температуре плюс 30 градусов инксинсированного вируса сохраняется в течение месяцев, как минимум 6 месяцев, а при температуре минус 20 градусов он может проживать до 15 лет, сухой плазмин до 25 лет. Ну, а под прямым воздействием солнечных лучей, конечно, он живет не очень, не так долго, но 7 дней может и прожить, потому что нет гарантий никаких, понятно. Но если мы проводим автоклавирование, то в течение 30 минут инактивируется он полностью, стерилизация с сухим жаром при температуре 160 градусов в течение 60 минут или прогревание при 60 градусах в течение 10 часов. Это он же не выдержит, такой твари бы не был. Как мы уже поняли, значит, инфицирование вирусом гепатита B остается глобальной проблемой здравоохранения, и, значит, я вам приводил цифры, есть очень пессимистичные цифры, значит, по некоторым данным около 2 миллиардов людей во всем мире инфицированы этим вирусом. Ну, эта цифра может чуть выше, чуть ниже, но 2 миллиарда вроде как-то общий подход есть об инфицированности дети. Из них вот этот процент, мы помним, да, 5 процентов, ну, где-то считается где-то 350 миллионов людей больные, то есть они, в принципе, уже обречены. Механизм передачи параэнтеральный, заражение происходит естественным, то есть, ну, именно половым путем, вертикальным, бытовым и искусственным параэнтеральным путем, значит, вирус присутствует в крови в различных бак-жидкостях, биологических, вернее, жидкостях, это слюна, моча, сперва, лимфа, да, логаличный секрет, менструальная кровь и прочее. Интересно, что вот проводились исследования, значит, говорили, что контагиозность вируса гепатита B превышает контагиозность ВИЧ-инфекции многократно, многократно, в десятки раз, а то и больше. Это надо понимать, да, потому что сейчас весь мир как-то очень говорит о ВИЧ, ВИЧ-инфекции, ВИЧ-инфекции как-то забывают, но это средство массовой информации, конечно, не довато, что врачи туда предоставляют необходимую информацию, но вот опасность контагиозность вируса гепатита B, на порядок, а может, на порядке, значит, превышает контагиозность ВИЧ-инфекции. Наибольшее значение раньше имело, ну, раньше, если имело, пара энтеральной пульсии, заражение в лечебно-диагностических манипуляциях, да, медицинских, сопровождающихся нарушением целостности кожного или слизистого покрова через какие-то там манипуляции, там, медицинские, мы уже сказали, стоматологические, да, и вот салоны красоты, да, там, маникюрный, как это, педикюрный, маникюрный и прочие инструментарии, трансфузию крови и ее, значит, составляющих препаратов. Но в мире, так скажем, в развитом мире считается это все-таки, значит, уже, как тоже врачи начали с этим делом серьезно, с более серьезной заниматься и как-то, ну, считается, что это чуть ли не венерическое заболевание, именно, потому что на первый план, да, не только в развитых странах, именно передается половой путь передачи вируса, чтобы, условно, во-первых, снижение значения параэнтерального пути, да, то есть появляется разовый, то есть появился уже давно разовый инструментарий применения фиксированных, очень эффективных дезинфикаторов, ранее выявление больных доноров, во-вторых, так называемой злополучной сексуальной революцией, да, частой сменой половых партнеров, практикованием иммунальных контактов, сопровождающей большей травматизацией слизителей, соответственно, резким возрастанием, попаданием вируса в коронавирусы, кровоток, это касается, кстати, не только, понятно, гепатитов, но и того же ВИЧ, при этом инфицирование, значит, при поцелуе их каких-то, там, придача эффекций через молоко матери, а также распространение воздушным капельным путем считается крайне маловероятным. Распространение наркомании также играет гигантскую роль, поскольку внутривенные наркоманы входят в группу самого высокого риска, наверное, с гомосексуалистами и, что немаловажно, они не являются изолированной уже группой и с легкостью вступают в беспорядочные незащищенные половые отношения с другими людьми. Значит, примерно в 16-20-30, а то и по 40% половых партнеров при незащищенном половом контакте, значит, вот с лицами группового, значит, высокого риска, значит, именно бывает вот и заражение, да, с этой группой риск. При бытовом пути заражения инфицирование происходит при использовании, значит, общими бритвами, лезвиями, маникюрными, значит, ебанными какими-то принадлежностями, зубными щетками, где сданы я о полотенцах, но, честно говоря, мне интересно, как это можно так использовать полотенце, чтобы заразиться. Опасными являются любые микротравмы, значит, кожи или слизистых оболочек, предметами, значит, или соприкосновения с ними поврежденной поверхностью, значит, потертости, порезы, трещинки, какие-то воспаления кожи, проколы, ожоги и прочее, на которых имеется некоторое количество инфицированных биологических жидкостей. Ну, главным образом это слюна, кровь, сперма. Большое значение в странах с интенсивной циркуляцией вируса и высокой заболеваемости имеется как трансплантцитарный путь передачи. Когда ребенка заражает мать, так и контактно, когда заражение происходит во время родов, значит, ну, при прохождении через родовые пути. Имеет большое значение активность инфекционного процесса, значит, в организме матери, так, при положительном HBA антигене, поэтому говорю, да, он высокозаразный HBA антиген, то есть, маркер высокой заразности, и он косвенно сидит в очень высокой активности процесса, риск инфицирования возрастает аж до 90%, а может быть, и выше. тогда как при единственном положительном HBA антигене такой риск составляет, ну, не столь высок, где-то около 20-25%. Считается, что в течение времени, значит, и по России, значит, возрастная структура заболевших меняется острым вирусным гепатитом. Значит, если в 70-х годах, 80-х, 20-го века с выраточным гепатитом чаще болели 40-50-летние люди, то в последние годы от 70-ти до 80-ти процентов заболевших острым гепатитом B, это молодые уже до 30-ти лет. Правда, источник информации немного у меня смущает, но это цифры, которые заставляют задуматься. Значит, самым значимым патогоническим фактором при вирусном гепатите является гибель зараженных гепатоцитов вследствие от атаки собственными иммунными агентами. Массивная гибель гепатоцитов приводит к нарушению функций печени, прежде всего детоксикационной и в меньшей степени синтетической. Ну, по-моему, главные функции печени, да, это дентоксикация и синтетическая функция. Инкубационный период, то есть время с момента заражения до появления симптомов гепатита B, составляет где-то 12 недель, но может колебаться в отделах, как уже сказали, от 2 до 6 месяцев. Инфекционный процесс начинается с момента попадания вируса в кровь. После попадания вируса в печень через кровь идет скрытая фаза размножения и накопления вирусных частиц. При достижении определенной концентрации вируса в печени развивается острый гепатит. Иногда острый гепатит проходит для человека практически незаметно и обнаруживается случайно. Она протекает в легкой безжелтушной форме, то есть появляется какое-то недомогание, снижение работоспособности. Есть интересные данные, которые говорят, что некоторые считают, что бессимптомное течение или безжелтушной формы или желтушный гепатит составляет равный по количеству пораженных лиц группы. То есть выявление диагностированных случаев острого гепатита B составляет только треть всех из случаев острого гепатита. Но есть и другие данные, когда говорят, что на один желтушный случай острого гепатита приходится по крайней мере от 5 до 10 случаев заболевания, которые как правило не попадают в наше поле зрения. Вот от этого я говорил вначале, что количество людей очень и очень инфицированных чрезвычайно высоко. Не будем забывать, что представители всех трех групп перечисленных чрезвычайно заразны для окружающих. Острый гепатит либо постепенно сходит на нет с элиминацией вируса и оставляем хорошего стойкого иммунитета, либо переходит в хроническую форму. Функция печени постепенно восстанавливается через несколько месяцев, хотя остаточные явления могут сопровождать человека всю жизнь, но если организм исправился, то справился. Хронический гепатит В протекает волнообразно, значит, с периодическими, иногда имеющими сезонный характер обострениями. Во специальной литературе этот процесс описывается как фаза интеграции и репликации вируса. Постепенно интенсивность зависит от, значит, как от вируса, так и главным образом, конечно, от иммунной системы человека. Гепатоциты заменяются на клетки строма, развивается фиброз и цирроз печени. Иногда следствием, значит, хронической HBV инфекции гепатита В, значит, бывает первое первичное клеточное рак печени, а она же гепатоцеллюрованная карцинома. Посоединение вируса гепатита В к инфекционному процессу резко меняет течение гепатита и увеличивает диск развития цирроза. Как правило, у таких больных рак печени просто физически не успевает развиться. Значит, надо обратить внимание также на следующую закономерность, что чем раньше человек заболевает, тем вероятность хронизации выше. Например, более 95% взрослых людей, заболевших острым гепатитом В выздоравливают, а из-за болевших гепатитом В новорожденных избавляются от вируса только 5%, а из-за родившихся детей возраста от 1 до 6 лет клинических хрониками становится 30%. То есть, сам такой детский возраст наиболее опасен, поэтому и возраст так активно пропагандирует и вводит обязательную вакцинацию грудного возраста. Ну, вся симптоматика вирусного гепатита В обусловлена интоксикацией вследствие снижения детоксикационной функции печени и холестаза в нарушении мотока желчи. Причем предполагается, что у одной группы больных превалирует какая-то там, скажем, экзогенная интоксикация от токсинов, поступающих с пищей или образующихся при пищеварении кишечники, а у другой группы больных превалируют эндогены от токсинов, образующихся в результате метаболизма в собственных клетках и при некрозе гепатоцитов. Поскольку к любым токсинам чувствительна, прежде всего, нервная ткань, в частности, нейроциты и головного мозга, наблюдается церебротоксический эффект, что приводит к повышенной утомляемости, нарушению, значит, сна при легких формах острого и хронического гепатита и спутанности сознания вплоть до печеночной комы при массивном некрозе гепатоцитов или последних стадиях цирроза печени. Но тут надо понимать, что то, где первое, что главное, что второе, то есть нарушается функция печени, удаляется токсинов, токсины поражают нервные клетки. При поздних стадиях хронического гепатита, при обширном фиброзе и циррозе на первый план выступает синдром портальной гипертензии, загощенный хрупкостью сосудов вследствие снижения синтетической функции печени. Геморрагический синдром характерен для вот такого фульминатного гепатита, молниеноского. Бывает, кстати, и полиартрит. Что касается диагностики, то она основана на клинических данных, ну, там трудно разобраться, какой именно гепатит, но окончательный диагноз ставится после лабораторных исследований, значит, показатели функций печени, признаки дезинцитолиза, циррологические маркеры выделения, значит, ДНК-вируса. У меня есть диагностические, значит, маркеры репликативной фазы, нерепликативной и коровые мутанты. Обычно вирусный гепатит не представляет сложности правильной диагностики, сложности возникают только при так называемых супер- или коинфекциях, когда сложно выделить активный на данный момент агент, а также при наличии неэффекционных заболеваний печени и желчевыводящих протоков. Что касается лечения, то острогепатит B обычно не требует какого-то особого лечения, так как большинство взрослых справляются с этой эффекцией сами при нормальном питании, нормальном потреблении жидкости. Ранее противовирусное лечение может потребоваться менее чем в одном проценте случаев заболевших, причем главным образом с агрессивным развитием эффекции, тот же выполнен острый гепатит и лицам с ослабленным иммунитетом. Также лечение хронической инфекции может быть полезным для уменьшения риска цирроза и рака печени. Хронически инфицированные лица с постоянно повышенным уровнем аминотрансферазы, маркеры повреждения печени большим количеством ДНК и ХБВ является предпочтительными кандидатами для терапии. Лечение длительное от 6 месяцев до года, в зависимости от препарата и генотипа вируса, может быть и больше, как мы уже сказали, пожизненно. Хотя ни один из имеющихся препаратов не способен полностью очистить организм от вируса гепатита В, они останавливают репликацию, то есть размножение вируса, тем самым свиньям сводя к минимуму осложнений. То есть мы приостанавливаем развитие заболеваний. Ну если возьмем данные по штатам, скажем, на 2016 год существует 8 препаратов лицензированных для лечения гепатита В, значит, к ним относят противовирусные препараты прямого действия, то, что мы говорили, ламивудин, талбивудин, эндекавин и нуклеотидные гепатиты, обратные транскриптазы, но еще и имономодулятор. Значит, что касается такого лечения, это такая узкоспециализированная часть, которой занимаются эффекционисты, я сейчас ее касаться не буду, скажем только о профилактике и на этом сегодня закончим. Профилактика как специфическая, понятно, вакцинация, так и не специфическая направлена на прерывание путей возможной передачей, то есть коррекция поведения человека, да, нормально, чтобы привести его, ну, это трудно, конечно, на таком бардаке, который сейчас творится в мире, да, не знаю, сексуальная постреволюция, уже не надо как это назвать, потому что это редко, что происходит с человечеством. В общем, коррекция поведения человека, использование разового инструментария, тщательное соблюдение правил, значит, гигиены в быту, культура быта, возможно, ограничение переливания биологических жидкостей, применение эффективных дезинфектатов, наличие действенного здорового сексуального партнера, да, то есть, ну, нормальная половая жизнь, то есть мужем или женой, ну, а если нет, то хотя бы защищенный секс, вот повторюсь, он не дает абсолютной гарантии незаражения, поскольку в любом случае имеется незащищенный контакт с другими биологическими выделениями партнера, да, слуна, пот, всякое может быть. Ну, а для профилактики заражения широко применяется вакцина, вакцина, плановая вакцина, например, принята практически во всех странах мира, об этом уже, значит, говорили, я, значит, возвращаться, значит, не буду. Снова скажу, что эффективность вакцинации новорожденных детей, рожденных от инфицированных матерей, при условии, если первая доза была введена в первые часы после рождения, то эффективность достигает чуть ли не ста процентов. Ну, и экстримную вакцинацию при тесных контактах с инфицированным, попаданием инфицированной крови в кровь здорового человека иногда сочетают с введением специфического иммуноглобулина, что, по идее, значит, должно как-то повысить шансы на то, что гепатит не разовьется. Ну, тут руководящие указания, скажем, той же Великобритании гласит, что первоначально ответившие, так называемую, на прививку лица, получившие иммунитет благодаря прививкам, нуждаются в дальнейшей защите, и это касается людей, находящих в зону высокого риска. Вот им рекомендуется для сохранения иммунитета к вирусу гепатита повторная ревакцинация. Ну, об этом уже говорили, значит, там, трехразовая и так далее. Значит, что касается вируса от гепатита B, он считается, что он защищает от гепатита D. Вот гепатит D, это его историческое название, дельта гепатит. Ну, давайте о гепатите D мы скажем потом отдельно, посмотрим, да, как у нас будет. Поскольку вирус гепатита D сам не способен размножаться без вируса гепатита B. Да, он просто не может. Ну, да ладно, посмотрим, как у нас со временем. Ну, и последнее о беременности. Значит, профилактика вертикальной передачи вируса гепатита B от инфицированной матери к ребенку непосредственно во временной беременности рекомендовано, по крайней мере, женщинам с высокой вирусной нагрузкой или высоким уровнем, значит, HBS-NT антигена, начиная где-то с 24-28 недели беременности и до 12 недель после родов. Для профилактики используется исключительно Тенофовир, если беременная женщина уже принимала там вот эти препараты, да, вот этой группы противовирусных препаратов прямого действия. Значит, отличный, скажем, Тенофовир, да, то если до перейти на прием именно Тенофовир, ну, так считается. Наличие активного вирусного гепатита не является противопоказанием, не является для кормления грудью, независимо от того, находится ли кормящая грудь на противовирусной терапии, поскольку это не влияет на риск передачи гепатита B, как считают. Правда, я читал и другое мнение на этот счет, мне сейчас трудно дать какую-то конкретную рекомендацию, но считается, что наличие активного вирусного гепатита не является противопоказанием для кормления грудью, повторюсь, независимо от того, находится ли кормящая грудью женщина на противовирусной терапии или нет. так считается якобы это не влияет на риск передачи гипотета Б ребенку но якобы не якобы я не знаю видите я как-то опять вышел из своих временных берегов обещал говорить 45 минут уже практически час 55 минут ну надеюсь вам было интересно надеюсь я вас не утомил если вам понравилось ставьте лайки распространяйте эти лекции в связи своих друзей будущих врачей я думаю это ракетом инфекционисты знают это дело лучше меня но думаю эта информация была вам полезна а если хотите помочь денежкой то будем также очень благодарны по нашей доброй традиции в конце ютуб лекции каждой лекции я ставлю наши реквизиты яндекса и пейпал если переведете деньги будем очень благодарны кто как считает нужным всем доброго дорогие друзья мы с вами обязательно продолжим спасибо спасибо спасибо